Здравствуйте, меня зовут Александр Соколовский, не знаю, слышно. Хотел рассказать про тот проект, который был представлен перед этим, проект Kyiv Fashion Park, как он появился, что он из себя представляет, как эта инициатива планирует развиваться дальше, откуда она возникла и как меня, человека совершенно далекого от арт-тусовки, занесло на арт-просторы. Благодаря этому сегодня, например, увидел такое прекрасное место, мимо проезжал, даже подумать не мог, что тут такая отличная галерея. И очень много в Киеве подобного рода пространств, которые скрыты иногда от взгляда, скажем так, большинства и доступны немногим. И хочется, чтобы подобного рода уголков было все больше и больше. Теперь немножко о нашем проекте. Хотел рассказать, что он из себя представляет. Это инициатива, инициатива Kyiv Fashion Park, это одна из инициатив, которые есть в Киеве. Та же пейзажка, это не только заслуга наша, это началось все гораздо раньше, чем тот проект Kyiv Fashion Park, который возник. Но я расскажу о примере пейзажки как феномене, определенном позже, а начну все-таки издалека. Почему возникла эта идея лично у меня? Я человек бизнеса, я не человек, в каждом из нас сидит какая-то творческая жилка, в каком-то больше, в ком-то меньше. Я все-таки человек, как любой человек, занимающийся бизнесом, это постоянно какая-то суета, какие-то нервы, какие-то заботы, какие-то хлопоты. И найти время на что-то, чтобы от этой суеты отойти в сторону, немножко подумать и что-то сделать нестандартное, что-то сделать не для своего бизнеса, не для себя лично, а для всех. Я считаю это интересно и хочется, чтобы это стало определенным, как это сейчас модно говорить, трендом. Возникло это все, наверное, просто сначала из такого понятного человеческого чувства, как зависть, когда бываешь в разных городах мира, когда ездишь и видишь интереснейшие такие небольшие какие-то объекты или объекты, которые, допустим, занимают целые парки и гектары земли, а иногда и десятки, и сотни гектар именно каких-то интересных вещей, арт-пространств, не просто парки, ландшафтные парки. Перед этим, например, был очень интересный Лион, фестиваль световых инсталляций. Когда в Лионе, например, каждый год с 8 по 11 декабря проходит уже 10 лет фестиваль световых инсталляций. Порядка 60 разных точек в городе оформляются разными группами авторов, и это все очень интересно. Это могут быть водные световые инсталляции, это целая площадь, это небольшие локальные, это какие-то дворики, это внутренние или внешние, но это все доступно для людей, привлекает миллионы туристов, и сам Лион сам по себе очень такой творческий город. Очень много работ муралистов, это когда разного рода художникам дают возможности поизгаляться над стенами разных промышленных и других зданий. И вот этот фестиваль световых инсталляций, эта фотография не передает, наверное, миллионной доле того, что там происходит, очень интересная ситуация. Следующая фотография, это одна из работ в Лугана, то есть тоже у меня Лугана один из первых поразила, когда на небольшом таком парковом пространстве, на парк, который идет вдоль моря, там очень много разных интересных арт-работ, разноплановых и достойных и привлекающих там туристов. И я уже не говорю там о каких-то даже городах бывшего Советского Союза, вот Пенза, Пермь, которые стали привлекать именно художников и работы вот даже наших украинских авторов, та же Жанна Кадырова со своим яблоком в Перми. Это вот Гамбурги такая, интересная работа, очень спорная, кстати. И арт-объекты иногда очень спорные, довольно-таки жесткие. В нашем проекте была такая работа, которая вызвала больше всего споров писающие мальчики разноцветные. А в мире, поверьте, есть очень много таких работ, которые, вот, например, вот это. Это памятник, это Маурицио Каталана, есть такой очень провокационный художник. И вот я, когда попал в Милане на площадь, одну из старых площадей, которая, там много таких вот старинных зданий, не понимая, что происходит, увидел этот памятник, я подумал, что этого не может быть. Ну, как это, средний палец в огромном размере в центре старинной площади. Ну, не может этого быть, потому что не может быть никогда. Но оказывается, несмотря на то, что многим миланцам эта идея не очень понравилась, но это имеет смысл, потому что здание, напротив которого стоит памятник, это фондовая биржа. А вот памятник возник несколько лет назад, где-то в 2009, по-моему, году или в 2010, уже не помню, ну, после кризиса. Вот, поэтому есть и называется очень хорошо, да. Видите название, Лау, да. Вот, поэтому возник он как временное явление, но пока не убирают, видите, прижился. Я искренне, да, позавидовал Тбилиси, когда по центру города, по проспекту Шатар-Уставели, там огромное количество разных стоит объектов, арт-объектов. Огромное количество из таких вот парков и в Австралии, и в Японии, вот один из примеров, да. В Китае вообще один из парков, самый крупнейший находится в Китае, там порядка уже 200 гектаров арт-объектов, и каждый год там возникают, возникают, возникают работы. Вот, я начал говорить, отвлекся на фотографии. Вот в Перми вот это яблоко Жанны Кадыровой, которое пошло сейчас гулять по всему, и интернету, и в фильмах там уже, ну, является одним из фонов, на котором происходит определенное событие. Вот, и поэтому и возникло, ну, скажем так, началось это все с обычной хорошей зависти. Вот это в Нью-Йорк называется Торнадо, очень интересная работа, из Шин, рядом с Центр-парком, тоже достаточно необычная. Потом, второе, что меня, наверное, поразило больше всего, это когда началась вот эта ситуация с пейзажкой, когда, во-первых, просто была борьба, вот здесь я видел Игоря Луценко из организации, сейчас руководящего, называется «Сохрани старый Киеву», «Сейвов Киев». И я увидел, когда это было абсолютно безнадежно, во времена, когда Черновецкий делал в Киеве что хотел, как хотел, и ничего святого ни для кого не было, и любые стройки в любых местах, подчеркиваю, были, имели место быть, невзирая ни на какие протесты там общественности, невзирая ни на какую прессу, ни на какие там демонстрации. И тут феномен пейзажной аллеи, который возник, когда сначала на месте стройки, на месте котлована, просто возникли какие-то стихийные митинги, но причем очень креативные, и эти митинги переросли в то, что сбрасывали в этот котлован все эти стройматериалы, которые привозились, и засыпался потом котлован, и ломались заборы, и все это происходило на пейзажной аллеи. Я, как и многие, не верил, что возможно такую стройку победить. И протест, который там был, он был стихийный, но он не был как-то организованный кем-то. То есть это было очень много разных людей, которые там занимались организацией сопротивления данному вопросу. И когда возникло потом, сначала поддержанное просто жителями, и собирались деньги на вот этих котиков просто среди жителей окрестных домов, которым я тоже принадлежал, и когда мы просто начали с чего-то такого попробовать это все хоть как-то какими-то объектами застолбить, и возникли первые работы Кости Скритуцкого, и потом, когда это было поддержано серьезным бизнесом, вот Квазар Микро очень серьезно поддержал, вот, поддержал Владимир Калинько, есть очень такой думающий творческий бизнесмен, и возник действительно красивейший ландшафтный парк, который, в котором сейчас одно из излюбленных мест прогулок деток, это то, что называется парк с котиками, где возникли уже потом несколько фонтанов, где возникло потом очень интересное ландшафтное, сам по себе ландшафт получился интересный, там на стенках тех гаражей возникли эти панно, и всем полюбилось это место. Вот, это было тоже одним из тех вещей, когда я понял, что в Киеве, причем это не было там единым проектом, я думаю, этот проект потихонечку там как бы развивался, то есть я понял, что подобного рода вещи возможны и у нас, и примеры Гурзуфа, арт всевозможных инсталляций в Гурзуфе, Шаргород на Украине, и другие какие-то, поэтому и было, ну, наверное, принято решение помочь, потому что любая идея, она чего-то стоит, когда она правильно организована, то есть и бизнес-подход в организации того, чтобы это просто было потом, ну, имело какое-то продолжение, имело логическое завершение и помог, наверное, создать проект Киев Fashion Park, то есть проект Киев Fashion Park подразумевает помощь в организации того, что, во-первых, задача находить меценатов, которые готовы своими деньгами поучаствовать в том, чтобы город стал лучше, и именно конкретная адресная благотворительность, адресное меценатство, когда покупается какая-то работа конкретного автора для конкретного места. Кроме того, этот проект дает возможность и художникам заработать, они продают свои работы и получают определенную известность, получают, так как это работа на открытом пространстве. Это дает возможность властям, не тратя ни копейки бюджетных денег, получать, скажем так, улучшение городов, в частности, города Киева, и нам огромная благодарность, лично моя, только властям за то, что они не мешают, и дают нам возможность, пусть тяжело, пусть со скрипом, но утверждать, пробивать это все. То есть наша задача именно организовать все так, чтобы данные объекты в данных местах имели определенную легитимность. И самое главное, для чего я это делаю, это потому что хочется просто, чтобы людей, которые гуляют по городу, которые должны получать какие-то впечатления, то есть чтобы просто улыбнуло кого-то, человека, которого я не знаю, вот. И это очень важно, то есть впечатление. Мы же живем не только ради хлеба насущного, да, а ради впечатлений. Хлеба и зрелищ, вот это одна из зрелищ, это то, что мы делаем. Причем, может быть, опять же, какие-то кратковременные зрелища, когда организуется какой-то концерт, когда великолепный фестиваль, который Google Fest проходит, Троицкий, когда разного рода происходят интересные события, театральные, художественные выставки и прочее. А чем интересен наш проект все-таки, что он остается. И единственная, конечно, проблема, которая есть, это вандализм. Но, опять же, боремся, и те же меценаты, которые есть и среди страховиков, помогают нам в том числе. Вторжение в пространство города, это, конечно, очень серьезная ответственность. Мы столкнулись с тем, что, опять же, пейзажная аллея не самое простое место для того, чтобы в нее вторгаться. Если там парк с котиками, с Критуцкого, скажем так, прижился, то продолжение наше, вот когда были разные арт-объекты в количестве 17 штук, как на верхней, так и на нижней площадке, конечно, было очень интересно, потому что мы услышали как много позитивных, так и достаточно много негативных каких-то отзывов. Как правило, это было от определенной части именно художественной арт-тусовки. Во-первых, это понятное чувство, что как же кто-то туда попал, а кто-то нет. Но при этом были очень интересные, то есть в любом случае в споре рождается истина, и поэтому в нашем проекте еще возникла такая структура, как экспертный совет, то есть который, включая достаточно серьезных лидеров мнений, это известные художники, известные скульпторы, это известные общественные деятели, киевоведы, ну и некоторые чиновники такие, как главный архитектор, главный художник города. И поэтому я очень горд, что у нас достаточно мощный экспертный совет, где и такие художники, как Александр Ройтбург, Арсен Савадов, известные скульпторы, такие как Дьяченко, из молодых, как Жанна Кадырова, и известный архитектор Петр Маркман. И теперь, пройдя испытания пейзажной аллеи, мы на будущее, то есть мы не делаем параллельный градостроительный совет, нет, мы делаем то, чтобы было понятно для общественности, как возникает определенного рода обсуждение, делаем это все в открытую, показываем это все как на своей страничке в Фейсбуке, так и на сайте Киев Фэшн Парка, то есть играем в открытую, и вот этот негатив, который был поначалу, который был связан и с какими-то творческими вещами, и с тем, что определенная, может быть, для многих, пейзажка была таким местом достаточно закрытым, и появление вот парка Скретутского, и потом нашего проекта Киев Фэшн Парк, привлекло огромное количество на пейзажную аллею, огромное количество людей, которых, скажем так, старожилые пейзажки не хотели видеть, там определенная произошла популяризация, и, ну, то есть арт работы, он разный бывает арт, бывает жесткий арт, у нас ближе такой попс-арт все-таки, ближе к не самой сложной работы, не самые такие сложные для восприятия, имею в виду, но при этом это все, я считаю, заставляет людей задуматься, это все дает возможность какого-то толчка, невозможно сразу, допустим, любителей радиошансон заставить любить классическую музыку или заставить их прийти к чему-то серьезному, то есть я считаю, что воспитание людей и культурная какая-то просветительская роль, которую несет наш проект, и подобного рода проекты, это очень большая, потому что нельзя сразу, все и сразу, надо постепенно, и тогда будет какой-то результат, тогда будет какой-то эффект. Я не думаю, что сразу, конечно, после того, что сейчас увидели результаты нашего проекта, все побегут и начнут этим заниматься, но дай бог, чтобы хоть как-то это все двигалось, потому что очень сложное сейчас время, время, когда многие пребывают в негативе, в пессимизме, этот пессимизм очень часто витает в воздухе, потому что кризис он ударил как и по бизнесменам, как и по бизнесу крупному, так и по бизнесу маленькому и среднему, то есть и очень многие люди почувствовали, даже не занимаясь бизнесом, потому что работа, работать стало сложнее, зарабатывать деньги стало тяжелее, и вот этот пессимизм, который витает в воздухе, он, к сожалению, очень чувствуется, и я хочу, чтобы самое главное, это идея какая, что каждый человек может пространство вокруг себя улучшить, то есть говорить о плохом, жаловаться на жизнь, жаловаться на государство, жаловаться на своих работодателей, жаловаться на невезение, на нефарт, на что угодно можно, но при этом можно просто брать и делать, и брать и улучшать что-то, свой дворик, свой скверик, свой какой-то городок, там очень многие какие-то, вот сейчас вот я наблюдаю проекты, там в небольших деревнях даже происходит, в небольших поселках такие происходят какие-то интересные движения, и к нам обращаются люди, и мы это видим, и это очень интересно наблюдать. Наш, да, по поводу нашего проекта, вернусь, а то я что-то куда-то ушел в сторону, вот, по поводу нашего проекта, планируем продолжать, планируем, есть очень интересный проект, связанный с Владимирской горкой, но это опять же очень сложное место, хотя то место Владимирской горки, которое примыкает вот к украинскому дому и улице Трехсветительской, по-моему, нет, не помню, в общем, он прошел и не Городосительный, а наш экспертный совет, было очень интересно, вот есть ряд работ, вот это Клубок Жанны Кадыровой, есть очень интересные работы Назара Билыка, это автора Капли на пейзажной аллее и других художников, вот, опять же, пока это перспектива, но то, что делаем сейчас, это вот работы на Левом берегу, сейчас открываем очень интересный ряд работ на Днепровской набережной, на Русановской набережной, если получится, сейчас можно показать уже те работы, которые открыли, и скоро до ноября месяца еще будет несколько работ, это работа Лестница Саши Ледоговского, вот, работа Ромашка Димы Ива, вот, такое стало сразу интересное место для молодоженов, вот, если, да, это такая, достаточно простая, достаточно позитивная, веселая работа, которая сразу полюбилась многим, вот, планируем, да, планируем сейчас вот левый берег и думаем над тем, как бы дальше, а, опять же, самое главное, показать людям своим примером, что, возможно, любому человеку, любому желающему, то есть мы облегчаем, как бы, организации, вот нашего данного процесса, облегчает возможность, допустим, многие меценаты хотят, думают о том, что, вот, адресная какая-то благотворительность, это достаточно интересно, он понимает, что он покупает, но он не будет бегать, заниматься, вот это памятник редкой птице на середине Днепра, пока он ищет своего мецената, он не будет заниматься оформлением, художник тоже не будет заниматься, он хочет продать свою работу, и наша задача, именно помочь им сделать, найти друг друга и помочь им в оформлении. Очень хотелось бы, вот, сейчас закончить роликом по пейзажной аллеи, как это все, как это все в итоге, не просто от работ, которые стоят, и какие происходят интересные события, вот это вот интересно был световой такой, световая инсталляция, которая, вот, видео, которое вы увидите, довольно-таки интересно показывает, как пространство уже начинает, ну, менять настроение людей, я считаю. Пока идет этот ролик, хочу сказать по поводу, еще очень интересно, было, вот эта качающаяся лавочка от Андретана, когда начался проект в Киево-Шанбарке, было много очень споров, было очень много достаточно интересных событий вокруг этого всего, и даже были такие, вот, приходилось, ряд людей не понимает, не понимала, и искренне считал, что раз не нравится им, не нравится многим, то есть даже мне пришлось поспорить на вытолку коньяка с главным редактором фокуса электронной версии, Андреем Ковальским, что эта лавочка, он говорил, не может нравиться людям, вот, и мы договорились опросить несколько сот людей, поставили этих людей, которые опрашивали прохожих, и когда при счете 144 за, 4 против, он не стал дожидаться 200-го человека, и выставил коньяк, поэтому, очень интересно, да, очень интересно, что все-таки это субъективные вещи, понимаете, вот эти мальчишки, которых вы сейчас видели, и прочее, то есть, но самое главное, что это нравится большинству людей, и самое главное, что вкус этого большинства все-таки надо менять к лучшему, понимая, что и наши авторы не стоят на месте, и жизнь не стоит на месте, но не делая ничего, мы никогда не сможем двигаться вперед, понимаете, и самое сложное, что очень часто мы сталкиваемся с тем, как заговаривается любая идея, заговаривается, а надо брать и делать, потом что-то улучшать, что-то двигаться дальше, но не делая, невозможно двигаться, вот, и пример пейзажной аллеи показал, когда, опять же, разные векторы разных людей, то есть, которые не давали застройщикам возможность сделать, то есть, там эту стройку, которая убила бы эту пейзажную аллею, привело в итоге вот к такому результату, которому вы видите, вот, именно при отсутствии единой координации, при том, что начали это все как Дон Кихота, безнадежно, вот это сохранить старый Киев, но подключались, подключались и подключались разные люди к этому, и привело к тому, что и юридически застройщик проиграл, и практически эта стройка не состоялась, и это должно быть, ну, скажем так, примером и уроком для многих людей, которые сразу безнадежно махают рукой в любой ситуации, и тот, когда было уже окончательно ребята-активисты праздновали победу над застройщиком в этом месте, то есть был очень хороший лозунг, которым я хотел закончить свое выступление, культурой по беспределу, вот, культурой по беспределу, это одна из возможностей подобного рода проекта, то есть когда скверы, когда какие-то знаковые места могут просто спасаться, когда появляются какие-то интересные арт-объекты, потом эти объекты становятся частью пространства привычной, к которой люди искренне влюбляются и не мыслят себя жизнью без них, то есть в этом случае и происходит невозможность уже, невзирая ни на какие там рычаги влияния там юридические и прочее, то есть ряд мест застроить, это тоже очень важно, но самое главное, для чего это все делается, то есть мне очень важно, чтобы мои дети имели возможность гулять в интересных местах, радоваться чему-то и дети многих из вас и жителей, то есть когда это хочется сделать для себя, когда это хочется сделать для своих детей, тогда я считаю, это и есть ответственность человека, который имеет набраться наглости и вторгаться в какое-то городское пространство и менять его, и я бы очень хотел, чтобы опять же все позитивное из нашего проекта было примером и мы очень надеемся, что наш проект найдет своих последователей. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова